Последний день, как показали последние сессии, народные избранники на удивление единодушны. Уж если и не приходить на сессию, так всем вместе. Игнорировать вопрос о признании России страной-агрессором – та же завидная солидарность. Как под копирку голосуют одесские депутаты из-за решения о подчуждении коммунальной собственности. Почему же они голосуют так, как голосуют, выясняли наши корреспонденты. За последние два года в Украине поменялось решительно все. Прошла революция и началась война. У нас новый президент, парламент, правительство. А вот в Одессе за это время, кажется, не изменилось ничего. Один мэр-регионал Костусев сменился другим Трухановым. Все тот же горсовет с большинством регионалов, перекрасившихся в доверяя делам. За зиму 2013-2014 года эти самые депутаты успели дважды попросить тогдашнего президента Виктора Януковича подавить революцию достоинства. Президенту Украины, как гаранту государственного суверенитета и соблюдения Конституции Украины, с поддержкой последовательно проводимого им внешнепоэтистского курса. Закладом вжитых решительных действий, спрямованы на зупынение насильства и безвода. 2 декабря в тессионном зале не нашлось ни одного депутата, посмевшего выступить против. Были те, кто воздержался, не голосовал или не пришел, но не против. А бывший в тот момент народным депутатом Геннадий Труханов, как и большинство регионалов, проголосовал в парламенте за диктаторские законы 16 января 2014 года. Этот городсовет, на моей памяти, наверное, самый позорный реально. Вот беспринципность просто зашкаливает, беспринципность, ворватость, вот эта коррупционность. А последняя сессия городского совета показала, что ничего с 2013 года не изменилось. За несколько часов были приняты десятки решений, большинство из которых так или иначе касались коммунальной собственности. Мэр города и депутатский корпус, которым есть, не очень уверенно себя чувствуют в той ситуации и понимают, что завтра может быть другой мэр. И поэтому все то, что еще можно было каким-то образом прибрать к рукам, стараются сделать. На эту сессию были вынесены очень многие вопросы, которые останутся на совести тех, кто за них голосовал. Валерий Матковский настаивает. Последняя, вероятно, перед выборами сессия показала степень беспринципности людей. Мэр Геннадий Труханов и его большинство, доверяя делам, и, по сути, примкнувшие представители других фракций, на удивление единодушны не только в принятии решений. Депутаты, которые еще совсем недавно призывали подавить бунт, как они тогда называли революцию достоинства, так и не нашли в себе сил признать Россию страной-агрессором. С двух попыток. Это при том, что общественники требуют этого уже месяц. Кажется, власть просто игнорирует одесситов. Мы тоже, поверьте, над этим думаем и в Киеве, и в Львове, как избавиться этого игнорирования. Когда мы высыпаем инициативу, а ее просто не помечают, скасовывают, говорят не на часе, объясняют любыми отмазками. Политики обязаны это враховать, а не играть дальше в свои игры, разминять какие-то компромиссы, которые мы никогда не понимаем. Причины единодушия депутатов очевидны. Грядущие местные выборы. В преддверии голосования 25 октября маски сброшены. Ставки на этих выборах очень высоки. Масло в огонь подлило Верховной Радой еще и тем, что сократило количество депутатов в Одесском городском совете со 120 до 64. Это такое очень жесткое обрезание. И оно, во-первых, во много раз повышает ставки, создает очень конкурентную среду. Но, с другой стороны, это определенный барьер для новых людей. Так что для многих депутатов это действительно последнее сессионное заседание. Скажем так, конец их депутатской деятельности. И что удивляться, что они захотели сделать этот конец для себя счастливым.